Доброе утро, вести комментарии, в эфире поговорим о здоровье, о здоровье наших глаз. Количество пациентов с катарактой и глаукомой сегодня растет, отмечают врачи. Причем среди заболевших не только пожилые люди, есть даже дети. Новые подходы к диагностике и лечению обсудим прямо сейчас. У нас в студии врач-офтальмолог высшей категории, хирург, комендант медицинских наук, главный врач клиники Эксимер Иван Лих. Иван Александрович, доброе утро. Доброе утро. Плохо видят сегодня примерно каждые треи эти данные Всемирной организации здравоохранения. Тревожная статистика. С чем вы связываете рост заболеваемости? Да, действительно, данные статистики нам говорят о том, что к 50-му году половина из нас будут иметь нарушение рефракции. Это еще тревожнее. Да, то есть половина насемления земли будут близорукими. Кроме того, на рост заболеваний сказывается увеличение количества людей старше 50 лет. И, соответственно, растет количество патологий, которые сводственны данной возрастной группе. На рост заболеваемости также сказывается и качество диагностики, которая сейчас на высоком уровне. Мы, офтальмологи, очень хорошо оснащены. Мы имеем очень чувствительную аппаратуру, которая позволяет увидеть даже самые минимальные изменения в функции органа зрения, увидеть патологические изменения на участке ткани глаза всего в несколько микрон. Это, конечно, сильно расширяет наши возможности. Какие болезни глаз сегодня чаще всего встречаются? С чем к вам приходят пациенты? Преимущественно, глазная патология во всем мире сосредоточена на 4-5 основных групп заболеваний. Это традиционное нарушение рефракции, близорукость, дальнозоркость, астигматизм, пресс-биопия. Это заболевания связаны с патологией центральных отделов сетчатки, такие, например, как возрастная макулярная дегенерация. Это заболевания довольно грозная глоукома. И, конечно же, это патология хрусталика глаза, помутнение хрусталика глаза, катаракта. А вот какие звоночки указывают на то, что пора обращаться к офтальмологу и тянуть уже нельзя? Ну, честно говоря, звоночков ждать не стоит. Да, и если прислушиваться к рекомендациям Министерства здравоохранения, которые, например, говорят о том, что людям старше 50 лет необходимо проходить обследование раз в год, то при таких условиях удастся диагностировать изменения на самых ранних этапах. Большую часть патологии удается профилактировать, часть патологии довольно успешно мы лечим. Но, во всяком случае, при таком подходе к своему здоровью и к своему органу зрения уж точно удастся избежать слепоты и инвалидизации. И все же, ну не каждый приходит раз в год, понятно, да? Это симптоматика. Самое первое, это что? Это ухудшение зрения, наверное, да? Самое первое, на что стоит точно обратить внимание, это внезапное ухудшение зрения. Если произошло внезапное ухудшение зрения, потеря участка зрения, необходимо в ближайшие часы обратиться за медицинской помощью. Да, это очень важно, поскольку своевременное лечение позволяет или сохранить зрение, или хотя бы его не потерять. Это очень важно. Кроме того, постепенное ухудшение зрения некоторым пациентам мы просим даже тестировать свой орган зрения, периодически закрывая правый и левый глаз. Для многих оказывается большой сюрприз, что один глаз видит хуже, чем другой. Так и есть? В некоторых случаях да. А можно ли исправить зрение, вылечить ту же катаракту каплями, гимнастикой, витаминами, особой диетой, черникой? Надо сказать, что все медицинское сообщество работает сейчас с учетом и на основе клинических рекомендаций. Так вот, клинические рекомендации нам абсолютно точно говорят, что консервативное лечение старческой возрастной катаракты неэффективно. И на сегодняшний день не существует лекарственных препаратов, которые бы или остановили прогрессию заболевания, или бы спрофилактировали ее вообще. Поэтому говорить о консервативном лечении той же самой катаракты абсолютно не стоит. Его просто нет. Не зря про офтальмологию говорят, что это самая быстро развивающаяся и высокотехнологичная отрасль медицины. Верно, да? В последние годы буквально всплеск инноваций. Чтобы вы отметили, какие новые технологии, новые подходы диагностики, лечения появились? Ну, действительно, мы офтальмологии можем похвалиться, и мы очень гордимся, что наша специальность находится на стыке медицины и самых передовых технологических разработок. Так, в диагностике у нас довольно быстро и регулярно появляются новинки, которые позволяют уменьшить контакт с глазом. То есть диагностическое обследование, офтальмологическое, оно, по сути дела, комфортно и безопасно, потому что мы, в большей части, не контактируем с глазом. Определенные аппараты позволяют проводить исследования, это очень важно, особенно скрининг и исследования при определенных патологиях, которые нужно наблюдать регулярно, без расширения зрачка. Большой прорыв связан с генной инженерией. Появляются препараты, которые направлены на лечение и остановку прогрессии роста патологических сосудов в области сетчатки и сосудистой оболочки глаза, что очень актуально при возрастной макулярной дегенерации. Мы говорили, что это одно из распространенных заболеваний. Появляются препараты для лечения наследственных форм дистрофии сетчатки, о чем мы несколько лет назад и не могли даже и мечтать. А сейчас есть довольно оптимистичные результаты в этом лечении, и это уже практика. Кроме того, в области хирургии появились технологии лазерные, например, появление фемтолазера, по-своему, перевернуло наше представление и наши возможности в области хирургии роговицы и хрусталика. Конечно, это очень востребовано, особенно в лазерной коррекции зрения. Вот лазерная коррекция зрения, как раз вопрос об этом. Сегодня набирает все большую популярность. Кому она показана и в чем ее суть, если коротко рассказать? Коротко не получится, давайте я расскажу обстоятельно. Традиционные технологии лазерной коррекции зрения, такие как, например, фоторефракционная кератротомия или лазерный кератримелиоз, известный как ласик или фемтоласик, они работают на поверхности роговицы. Все технологические доступы и разрезы формируются именно поверхности. И вот фемтолазеры, по сути дела, позволяют нам сформировать новое направление, которое уже активно используется, это так называемая лентикулярная хирургия рефракционная. Когда фемтолазер формирует специальную лентикулу, линзу внутри, в толще роговицы, эту лентикулу хирург убирает через микродоступ в той же самой роговице, и тем самым мы улучшаем зрение. Поскольку мы не работаем на поверхности роговицы и не затрагиваем наиболее чувствительных структур этой самой ткани, восстановление пациента происходит очень быстро. То есть даже в первые часы после операции наши пациенты меньше жалуются на светобоязнь, светочувствительность, слезотечение, дискомфорт, сухость глаза. И это сказывается, конечно, на реабилитации. По сути дела, нашим пациентам после операции мы позволяем почти все. Мы их не ограничиваем никак. То есть беречь глаза не надо, да? От солнца, например, от каких-то нагрузок физических? От физических нагрузок точно, потому что наши пациенты способны и летать в самый короткий период, что очень важно, летом, в период отпусков. Они готовы приехать на автомобиль на следующий день после операции, потому что зрение уже высокое на следующий день. Они точно себя не ограничивают в каких-то прогулках, езде на велосипеде и в чем-то еще. И, в принципе, даже через несколько дней можно отправляться и на отдых на море. Это самая востребованная технология. И надо признать, что она одна из самых безопасных, поскольку количество осложнений стремится к нулю. После такой операции про линзы, очки можно забыть навсегда? Да, если мы говорим о группе пациентов от 18 до 40 лет, именно в этой группе пациентов, как правило, выполняется лазерная коррекция. То есть, когда зрение стабильно, когда оно не меняется уже, по сути дела, редко существуют какие-то противопоказания для лазерной хирургии рефракционной. 45, 50, 60 плюс противопоказано? Нет, мы не говорим, что это противопоказано. Вообще, лазерную коррекцию можно выполнить в любом возрасте, неважно, и в детском, и в зрелом возрасте, и в пожилом возрасте. Для этого нет противопоказаний. Есть понятие целесообразности. Так вот, если мы говорим о пациентах до 40 лет, то лазерная коррекция зрения действительно приводит к тому, что наши пациенты не пользуются очками, поскольку у них есть прекрасная природная функция, которая называется аккомодация. Способность глаза видеть предметы на разных расстояниях, и вдали, и на близкой дистанции. Но, к сожалению, после 40 лет мы эту функцию теряем. Это естественный процесс, который происходит у каждого из нас в хрусталике. И уже после 45 лет, даже если мы выполняем лазерную коррекцию и улучшаем зрение, к примеру, вдаль, ну, как, в общем-то, мы всегда и делаем, то нашим пациентам все равно необходимы очки. Поэтому после 45 лет все-таки на первое место выходят совершенно другие технологии. Они, как правило, связаны с имплантацией специальных фактичных линз внутрь глаза, которые корректируют явление той самой пресс-биопии, или замены, естественно, хрусталика. Технологии, о которых мы сегодня говорим, они применимы к людям пожилым? Это ведь особая категория, у которых много сопутствующих заболеваний. Если мы говорим о людей старшего возраста и пожилых людей, то преимущественно мы говорим о патологии хрусталика глаза, катаракта. И на сегодняшний день мы эффективно лечим. Операция по поводу этого заболевания называется факомальсификация. То есть через минимальный доступ, через микродоступы, мы удаляем помутневшее вещество хрусталика и имплантируем специальный искусственный хрусталик. В некоторых случаях мы дополняем эту операцию фемтосекундным сопровождением. Это технология, которая позволяет сделать все технологические разрезы дистанционно, прямо перед самой операцией. Это, в свою очередь, нам позволит сократить время операции, ускорить период реабилитации пациента. Кроме того, подобная точность позволяет разместить интерокулярную линзу в идеально правильном положении в глазу, что, конечно же, скажется на качество зрения в ранние и в поздние послеоперационные периоды. Большую часть беседы с пациентом перед операцией мы, конечно же, посвящаем тому, как будет видеть пациент после операции. То есть выбору искусственного хрусталика, интерокулярных линз, все их называют по-разному. Так вот, технологии шагнули довольно далеко вперед. В этом направлении на смену монофокальным хрусталикам, которые преимущественно рассчитаны на зрение вдали и вблизи, а дальше пациентам требуется очковая коррекция, необходимая, например, или для чтения, или для того, чтобы посмотреть телевизор. Так вот, появились хрусталики, которые позволяют давать нам фокус на несколько дистанций. Например, хрусталики с расширенным фокусом позволяют пациентам видеть вдаль и на средней дистанции, там, где находятся мониторы, приборная панель. Тем, кто же хочет получить полную независимость от очков, предпочитают трифокальные хрусталики или многофокусные хрусталики, иначе их называют. Они позволяют видеть и вдаль, и пользоваться компьютером, и читать, почти не применяя очковой коррекции. Кроме того, нужно понимать, что при определенных заболеваниях, в том числе заболеваниях организма, это не является противопоказанием для хирургического лечения. Самый пожилой наш пациент в клинике был старше 100 лет, ему была удачно выполнена хирургия, пациент остался доволен, возраст не является ограничением. Если есть сопутствующие заболевания, мы очень плотно работаем со смежными специалистами, приводим пациента к определенной ремиссии и уже выполняем свое лечение. Поэтому возраст и большая часть патологии не являются помехой, тем более, что воздействие минимальное, анестезия, как правило, местная, пациент находится в сознании во время операции, они контактируют с хирургом. И довольно это комфортная и быстрая процедура, которая даже зачастую удивляет пациентов, которые встают с операционного стола и удивляются, почему они сделали это раньше. Ну и в заключении, как сохранить хорошее зрение? Вот что любят наши глаза, скажите? Наши глаза любят то же, что и другие органы чувств и другие органы системы нашего организма. Они требуют заботу, уход, регулярные осмотры, они требуют правильного питания, они требуют отдыха, они требуют разнообразной зрительной работы. То есть мы должны очень часто менять фокус и смотреть и вдали, и на близкой дистанции. Именно это для наших глаз хорошо, а не многочасовая работа с монитором. И при таких условиях, конечно же, нужно уделять внимание и еще каким-то другим заболеваниям хронические, которые могут быть. И при такой ситуации, при таком отношении к своему здоровью, можно сохранить зрение на долгие-долгие годы. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо. Спасибо. Спасибо.